Благодаря развитию технологий найти место, где не ступала нога человека, стало почти невозможно. Несмотря на это, географы продолжают находить новые острова, вулканы и другие географические объекты. Некоторые из них можно обнаружить с помощью спутника, для других снаряжают классические экспедиции. Воронку диаметром 20 метров обнаружили в 2014 году, но природа ее возникновения была неизвестна. Позже выяснилось, что она возникла в результате криовулканизма. Это происходит, когда небольшое тундровое озеро замерзает сверху вниз и под толщей льда остается много углекислого газа. Когда давление увеличивается, над озером появляется бугор, а позже происходит извержение воды и газов. Раньше считалось, что на Земле этот процесс не происходит. Евросоюз называет новые сроки открытия границ, есть ли у путешественников повод для оптимизма. В сентябре 2015 года гидрографическая экспедиция исследовала архипелаг Новая Земля. В ходе нее были сделаны несколько открытий, зафиксировано образование новых мысов и обнаружен остров. Он получил название Синеш, в честь одноименного судна, на котором проходила экспедиция. Уральские авиалинии вводят новые правила провоза багажа Маврикии, это остров вулканического происхождения, возраст которого меньше 9 миллионов лет. В 2017 году в его основании обнаружены структуры, зародившиеся 2-3 миллиарда лет назад. Это доказывает, что остров стоит на затонувшем материке. Победа вводит новые правила провоза ручной клади. В 2016 году геологи обнаружили магматическую камеру в далеком от вулканической зоны районе. Так было получено доказательство накопления расплавленных пород по всей Земле. Геофизики назвали такое явление зомби-вулканом, он показывает признаки жизни, хотя давно должен был умереть. В Таримской впадине в результате исследований были выявлены большие запасы воды. Как оказалось, песчаная пустыня скрывает целый океан. Его объемы в 10 раз превышают ресурсы американских великих озер. Пить соленую воду нельзя, но можно использовать в интересах сельского хозяйства. На канадском острове Элсмер находится источник, который стекает по горному склону с высоты 300 метров. Он не замерзает даже во время полярной ночи, когда температура достигает 50 градусов ниже нуля. Ученые так и не смогли объяснить, как такой быстрый и теплый источник смог появиться в арктической пустыне. В 2011-2013 годах архипелаг Эс-Зубаир, который принадлежит Йемену, пополнился новыми островами. Геологам посчастливилось наблюдать их возникновение в реальном времени. Причина возникновения островов – извержение вулканов, а подпитывала их магма, которая накапливалась в разломе земной коры. Наука развивается, и скоро на нашей планете не останется «белых пятен». Но давно открытые места меняются. Появляются новые острова, пляжи и вулканы. Так что исследователи будут продолжать удивлять мир новыми открытиями. Ставь лайк и подписывайся.